Казалось бы, рестайлинг кроссоверчика Nissan Kicks уже состоялся два года назад. Но японцы опять представляют обновлённую версию. Несущественные внешние изменения можно обойти стороной, чтобы сразу перейти к главному — гибридной версии e-Power. Дело в том, что недавно модель Note получила второе поколение этой силовой установки, а теперь очередь дошла и до Kicks. Если говорить языком цифр, то мощность электромотора выросла на 5%, а крутящий момент — на 7%. В абсолютных величинах это 136 лошадиных сил и 280 ньютон-метров. В придачу машина стала ещё и экономичнее, примерно на 6,5%. В составе силовой установки работает бензиновый атмосферник объёмом 1,2 литра, но с колёсами он напрямую не связан и выполняет функции генератора. Есть и другая значимая инновация. Впервые в своей недолгой истории Kicks обзавёлся полным приводом, правда, выполненным в лучших традициях гибридостроения. Заднюю ось крутит электромотор. Эта конструкция утяжеляет машину на 120 килограммов, а топливный бак пришлось уменьшить на 6 литров — до 35. Некогда предполагалось, что Kicks заменит в России Ниссан Терана, а также кроссовер Datsun, которому так и не суждено было увидеть свет. Однако жизнь распорядилась совершенно иначе. Тем временем в Японии наконец-то началось производство нового Ниссана X-Trail. Хотя тут вспоминается поговорка «молодая была, не молода». Под именем Nissan Rogue эта машина продаётся в Америке уже пару лет. В Китае она же дебютировала в 2021 году, а теперь дело дошло до старого света и исторической родины марки. Напомним, что новый X-Trail делит с предыдущим платформу CMF CD и очень близок по габаритам. Чтобы извиниться за опоздание, компания внесла в машину пару интересных новаций. Во-первых, добавлен третий ряд сидений, хотя американская и китайская версии строго пятиместные. Ну а во-вторых, внедрена всё та же гибридная установка e-Power второго поколения, которая, видимо, поможет въехать в экологически чистое будущее всему модельному ряду Ниссана. Причём, в отличие от Kicks, здесь гибрид оснащён более объёмным, полуторалитровым трёхцилиндровым турбомотором с изменяемой степенью сжатия. Но мощность установки определяет электромотор. У базовой переднеприводной машины он развивает 200 сил, а за доплату можно получить систему полного привода e-Force со 136-сильным мотором на задней оси. В Японии никакой альтернативы гибридам не предложат, однако на некоторых рынках новый X-Trail появится с обычным ДВС и традиционной системой полного привода.